Гигантский танкер и два маленьких буксира. Никаких кругов на воде. Тихий ход и четкое управление с диспетчерского пункта. Почти как отстыковка корабля «Союз» от Международной космической станции. Этот борт увозит на Мальту через российскую часть Финского залива 150 тысяч тонн мазута. А ведь еще недавно порт увы слуги, что в сотни километров от Питера, особенно прибалтийские эксперты, предрекали провал. Заросшая бухта, мелководье, илистое пустынное побережье. Для крупнотоннажных океанских судов путь в открытое море, говорили они, не проложить. Хотя Усть-Луга, как транспортная гавань, могла состояться еще в 16 веке. Но так сложилось, что всерьез за этот проект взялись только в 21-м. Борьба за выход к морю, как и рубка окон в Европу, один из главных сюжетов российской истории. У морского порта Усть-Луга в этом плане очень непростая судьба. Здесь говорят, Иван Грозный его потерял, Петр Первый не нашел, Сталин взорвал, Брежнев от Дал, Ельцин чуть не забыл. А сегодня Усть-Лугу называют самым масштабным транспортным проектом России. Ведь главная задача этих морских ворот – это переориентация грузов и независимость от добропорядочности и тарифной политики западных партнеров. Плюс 47 гектаров рукотворной суши, чтобы на российской части Балтийского берега выросли портовые терминалы, пришлось отвоевывать территорию у моря и увеличивать Ленинградскую область. Здесь буквально насыпали землю, копали и вглубь. Сейчас у причалов настоящие подводные трассы. До дна почти 18 метров – норма для судов океанского класса. Для тяжеловозов сделано и удобное круговое движение. У каждого борта свой причал для разгрузок и загрузок. Никаких пробок на рейде. Сегодня Лугопорт – это 11 терминалов, которые способны пропускать до 180 миллионов тонн различных грузов в год. И это завершен только первый этап строительства. За очень короткий срок были сделаны огромные работы, связанные с освоением искусственного земельного участка. И мы смотрим с огромной надеждой на этот проект. В числе трех проектов, которые сегодня реализуются в порту услуга – компания «Новотранс», компания «Еврахим», компания «Ультрамар», видим итоговый суммарный прирост портовых мощностей в этом порту в 42 миллиона тонн, что к 130 сегодня проектным мощностям порта услуга даст нам почти на третий прирост этой мощности. По федеральной программе развития морских портов России уже к 2024 году услуга должна стать крупнейшим транспортным хабом на Балтике. Разблокирована, оторвана от основной территории страны Калининградская область, налажена паромная переправа с Балтийском. Москва, оказавшись в последнее время под международным давлением, ожидаемо решила создавать собственную транспортную инфраструктуру. Это и независимость от санкционных рисков, снижение затрат на грузоперевозки, новые рабочие места, новые предприятия. В общем, задел на подъем не чужой, а своей региональной экономике. Очень важно и на уровне Министерства транспорта, и на уровне российских железных дорог синхронизировать все будущие грузы, которые будут сюда приходить, прежде всего, в Новотранс и в целом Ленинградскую область. Потому что сегодня заявлено несколько проектов по перевалке зерна, несколько проектов по перевалке угля, но очень важно, чтобы крупные портовые комплексы, которые строятся, они получали эти грузы и грузы двигались по Ленинградской области, в том числе системно. В этом заинтересованы все. Конечно, кроме портов Литвы, Латвии и Эстонии. Ведь им сейчас постепенно, но уверенно отказывают вправе диктовать условия транзита грузов российского экспорта и импорта. Под вопросом и общий поток белорусских товаров через эти порты. В прошлом году их мы провели там на 10 миллиардов долларов, а как правило, кто платит, тот и заказывает музыку. Россияне теперь предлагают не заботиться о политических рефлексиях и претензиях со стороны стран Балтии и белорусам. В том числе об этом губернатор Ленинградской области говорил на встрече с Александром Лукашенко. Партнерские отношения с этим регионом давние, и ситуацию все понимают. Поэтому готовы предлагать схемы для маневров. Ведь мощность и гавань в услуге постоянно растут. Там, например, сейчас создается крупнейший отгрузочный комплекс для перевалки минеральных удобрений с пропускной способностью до 25 миллионов тонн. А это один из главных наших интересов. Вся инфраструктура уже практически готова. Под электротягой составы их подаем, раскредитовываем и подаем на станцию разгрузки вагонов. Все здесь предусмотрена, аспирация, все-все-все. Очень быстрая выгрузка. На маршрут у нас уходит 4 часа. Купола – это склады, чтобы накапливать необходимые для перевалки объемы. С грузоперевозчиками работают по формуле «take or pay». То есть их не привязывают в количество, но чем больше они перевезут, тем дешевле это будет. За перевалку ставка фиксированная для всех клиентов. Вот здесь для белорусов вопрос открыт. И пока не ясно, как предложат платить нашим компаниям, как россиянам или как иностранцам. Тарифная политика сейчас обсуждается. Значительно увеличивать транспортные расходы мы не готовы. А пока, например, для нефтепродуктов перевалка через Усть-Лугу в два раза дороже, чем через Клапиду. И расстояние железнодорожной перевозки от основных белорусских НПЗ до российского порта больше. Но если обеим сторонам удастся договориться, мощности порта Усть-Луга прибавят значительно. Из Прибалтики в Россию Беларусь может перевезти не только удобрения, но и нефтепродукты. Наливной терминал с проложенными железнодорожными эстакадами и резервуарным парком сейчас тоже активно работает. Плюс, как вариант, строительство собственного терминала. А уже тогда, как бы кто ни шутил, Беларусь сможет говорить и о своем море. Светлана Корольская, Светлана Чебдарян, Анна Мороз, Контуры, Усть-Луга, Ленинградская область.